Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней лекции – технологии виртуализации. План лекции. Мы рассмотрим три вопроса. Первый – это понятие о технологии виртуализации. Второй вопрос – виды виртуализации. И третий – сделаем краткий обзор платформ виртуализации. Итак, переходим к первому вопросу – понятие о технологии виртуализации. Виртуализация – это возможность запускать при помощи специального программного обеспечения менеджера виртуальных машин, типичными примерами которых являются VMware Workstation, Parallels Workstation, Oracle VirtualBox, одно или несколько операционных систем, называемых гостевыми, внутри другой, называемых хост-системой. Причем операционные системы могут быть различными. Например, операционная система Windows 10 запускается из-под операционной системы Mac OX, или операционная система Windows 7 запускается из-под операционной системы Windows 10, либо запускать на одном компьютере несколько операционных систем одновременно при помощи специальной программы гипервизора. Примерами являются VMware ESXi, Xen, Microsoft Hyper-V. Теперь рассмотрим задачи, при решении которых применяется технология виртуализации. Обычно виртуализация применяется для одной из следующих задач. Первое. Это запуск гостевой операционной системы для исполнения прикладного программного обеспечения, не работающего под хост-системы. Второе. Разработка и отладка сетевых и кроссплатформенных приложений на одном компьютере. Третье. Запуск нескольких экземпляров серверных операционных систем на одном физическом сервере для обеспечения большей гибкости и безопасности в работе. Особенно это касается веб-серверов. И четвертое. Это облегчение миграции с одной физической платформы на другую. Не требуется повторная установка операционных систем и программного обеспечения. Достаточно ли скопировать образ виртуальной машины? Здесь вы на картинке видите схему виртуализации компании ВМВАЕ. Для ускорения, а во многих случаях вообще для возможности работы гостевых операционных систем, существует специальная аппаратная поддержка технологии виртуализации со стороны процессора. Первый. Я хочу назвать VT-X. Это Virtualization Technology от компании Intel. Технология аппаратной поддержки виртуализации в процессорах Intel, сейчас распространившаяся практически на все модели серверных и десктопных процессоров. Второе. AMD V. AMD Virtualization Technology. Это технология аппаратной поддержки виртуализации в процессорах AMD, функционально аналогичная технологии VMT. VT-X, но реализованы несколько иначе. Поэтому в любом программном обеспечении для виртуализации поддержка этих технологий может присутствовать в различных комбинациях. И третье. VT-D. Intel Virtualization Technology for Directed I.O. Технология виртуализации ввода-вывода, позволяющего гостевым машинам напрямик использовать такие устройства, как сетевые адаптеры, графические и дисковые контроллеры. Разрабатываемая аналогичная технология AMD носит название AMD V. Ну, как вы поняли, for Directed Input Output – это виртуализация, которая используется для ввода-вывода. Теперь рассмотрим понятия, которые широко используются в технологии виртуализации. Первое такое понятие – это понятие виртуальной машины. Виртуальной машиной будем называть программную или аппаратную среду, которая скрывает настоящую реализацию какого-либо процесса или объекта от его видимого представления. Виртуальная машина – это полностью изолированный программный контейнер, который работает с собственной операционной системой и приложениями, подобно физическому компьютеру. Виртуальная машина действует так же, как физический компьютер, и содержит собственные виртуальные, то есть программные, оперативные запоминающие устройства, жесткий диск и сетевой адаптер. Операционная система не может различить виртуальную и физическую машины. То же самое можно сказать о приложениях и других компьютерах в сети. Даже сама виртуальная машина считает себя настоящим компьютером. Но, несмотря на это, виртуальные машины состоят исключительно из программных компонентов и не включают оборудование. Это дает им ряд уникальных преимуществ над физическим оборудованием. Это все равно, что, например, существуют две физические ноутбуки. Один ноутбук, например, работает на операционной системе Windows, а другой ноутбук работает на операционной системе Mac. И вот, например, пусть тот ноутбук, который работает на операционной системе Mac, он останется физическим компьютером, и там будет установлена операционная система, которая будет хостовой. А все то, что умеет делать ноутбук, который работает под операционной системой Windows, мы программно запишем в виде виртуальной машины внутри второго ноутбука, который работает под Mac. И тогда у нас будет работать один ноутбук, но этот ноутбук может работать и под Mac операционной системой, и под Windows. Вот эта виртуальная машина, которая работает под операционной системой Windows, это программный контейнер. Он делает все, что мог делать физический ноутбук, который работал под операционной системой Windows. Но на самом деле это будет виртуальная машина. Рассмотрим основные особенности виртуальных машин более детально. Значит, первая особенность – это совместимость. Виртуальные машины, как правило, совместимы со всеми стандартными компьютерами. Они также содержат все компоненты, стандартные для физического компьютера. И материнскую плату, и видеокарту, и сетевой контроллер, и так далее. Вторая особенность – это изолированность. Виртуальные машины полностью изолированы друг от друга, как если бы они были физическими компьютерами. Третья особенность – это инкапсуляция. Виртуальные машины полностью инкапсулируют вычислительную среду. Четвертая – независимость от оборудования. Виртуальные машины полностью независимы от базового физического оборудования, на котором они работают. Преимущества теперь технологии виртуализации – это эффективное использование вычислительных ресурсов. Вместо трех, а то и десяти серверов, загруженных на 5-20%, можно использовать один сервер, который используется на 50-70%. Второе – это сокращение расходов на инфраструктуру. Виртуализация позволяет сократить количество серверов и связанного с ними IT-оборудования в информационном центре. Третье – это снижение затрат на программное обеспечение. Четвертое – это повышение гибкости и скорости реагирования системы. Пятое – это несовместимые приложения могут работать на одном компьютере. Шестое – это повышение доступности приложений и обеспечение непрерывности работы предприятия. Седьмое – это возможности легкой архивации. И восьмое – это повышение управляемости инфраструктуры. Ну, здесь вот на картинке вы тоже видите отмеченные преимущества. Теперь можно сказать, что у виртуализации есть различные виды разновидностей. Первое – это виртуализация серверов. Она подразделяется на полную виртуализацию и на пара-виртуализацию. Второе – это виртуализация на уровне операционных систем. Третье – это виртуализация приложений. Четвертое – это виртуализация представлений. Сегодня, говоря о технологиях виртуализации, как правило, подразумевают виртуализацию серверов, так как последнее становится наиболее популярным решением на рынке IT. Итак, давайте перейдем ко второму вопросу и рассмотрим виды виртуализации. Первый вид виртуализации – это виртуализация серверов. Подразумевает запуск на одном физическом сервере нескольких виртуальных серверов. Виртуальные машины или сервера представляют собой приложение, запущенное на хостовой операционной системе, которое эмулирует физические устройства сервера. На каждой виртуальной машине может быть установлена операционная система, на которую могут быть установлены приложения и службы. Типичными представителями – это продукты компании VMI, ESX, сервер, Workstation и Microsoft. Microsoft – это Hyper-V, Virtual Server, Virtual PC. Подходы к виртуализации серверов. Здесь различают два подхода. Первый подход – это полная виртуализация, Full Native Virtualization. Используют немодифицированные экземпляры гостевых операционных систем, а для поддержки работы этих операционных систем служит общий слой эмуляции их исполнения поверх хостовой операционной системы, в роли которой выступает обычная операционная система. Такая технология применяется в продуктах компании VMI, 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 Workstation, VMI, Server, Parallel Desktop, Parallel Server, MS Virtual PC, MS Virtual Server, Virtualization Iron. К достоинствам данного подхода можно предчислить относительную простоту реализации, универсальность и надежность решений. Но недостатками являются высокие дополнительные накладные расходы на используемые аппаратные ресурсы, отсутствие учета особенностей гостевых операционных систем и меньшая, чем нужно, гибкость в использовании аппаратных средств. И второй подход к виртуализации серверов – это паравиртуализация. При паравиртуализации происходит модификация ядра гостевой операционной системы, которая выполняется таким образом, что в нее включается новый набор API, через который она может напрямую работать с аппаратурой, не конфликтуя с другими виртуальными машинами. При этом нет необходимости задействовать полноценную операционную систему в качестве хостового программного обеспечения, функция которой в данном случае исполняет специальная система, получившая название гипервизора. Именно этот вариант является сегодня наиболее актуальным направлением развития серверных технологий виртуализации и применяется в компании VMware, Xe и Microsoft. Достоинство данной технологии заключается в отсутствии потребностей в хостовой операционной системе. Виртуальная машина устанавливается фактически на голое железо, а аппаратные ресурсы используются эффективно. Недостатками являются сложности в реализации подхода и необходимости создания специализированной операционной системы гипервизора. Вот это то, что касалось первой виртуализации серверов. Теперь давайте рассмотрим второй вид виртуализации. Это виртуализация на уровне ядра операционной системы. Этот вариант подразумевает использование одного ядра хостовой операционной системы для создания независимых параллельно работающих операционных средств. Для гостевого программного обеспечения создается только собственное сетевое и аппаратное окружение. Такой вариант используется виртуоза для операционных систем Linux и Windows, OpenVZ и Solaris Containers. Достоинствами являются высокая эффективность использования аппаратных ресурсов, низкие накладные технические расходы, отличная управляемость, минимизация расходов на приобретение лицензии. Недостатками является реализация только однородных подчислительных средств. Третий вид виртуализации – это виртуализация приложения. Оно подразумевает применение модельной сильной изоляции прикладных программ с управляемым взаимодействием с операционной системой, при которой виртуализируется каждый экземпляр приложений, все его основные компоненты – файлы, включая системные, реестр, шрифты, ИНИ, файлы, КОМ, объекты, службы. Приложение исполняется без процедуры инсталляции и может запускаться прямо с внешних носителей. Преимуществом является ускорение развертывания настольных систем и возможность управления ими, сведение к минимуму не только конфликтов между приложениями, но и потребностей в тестировании приложений на совместимость. Практически тестирование вообще не нужный этап будет. Виртуализация приложений позволяет использовать на одном компьютере, а точнее в одной и той же операционной системе, несколько несовместимых между собой приложений одновременно и запускать одно и то же заранее сконфигурированное приложение или группу приложений с сервера. При этом приложения могут работать независимо друг от друга, не внося никаких изменений в операционную систему. Используется компаниями Sun, Java Virtual Machine, Microsoft Application Virtualization, Sympstall, Semantic, Altiris. Виртуализация приложений мы сейчас можем использовать, например, когда мы работаем с онлайн-компиляторами, вот это можно сказать, что это виртуализация приложений. И надо сказать, например, если вы выбрали там онлайн-компилятор на Visual Studio, это же от компании Microsoft, вы его даже можете запустить с любого ноутбука, который работает под операционной системой Mac, если там есть виртуальная машина. Четвертый вид – это виртуализация представлений, виртуализация рабочих мест. Виртуализация представлений подразумевает эмуляцию интерфейса пользователя. То есть пользователь видит приложение и работает с ним на своем терминале, хотя на самом деле приложение выполняется на удаленном сервере, а пользователю передается лишь картинка удаленного приложения. В зависимости от режима работы пользователь может видеть удаленное рабочее ствол и запущенное на нем приложение, либо только само окно приложения. Как пример виртуализации представлений, можно рассматривать и технологию тонких терминалов, которые фактически виртуализируют рабочие места пользователя настольных систем. Пользователь не привязан к какому-либо конкретному персональному компьютеру, а может получить доступ к своим файлам и приложениям, которые располагаются на сервере с любого удаленного терминала после выполнения процедуры авторизации. Все команды пользователя и изображение сеанса на мониторе эмулируются с помощью программного обеспечения управления тонкими клиентами. Применение этой технологии позволяет централизировать обслуживание клиентских рабочих мест и резко сократить расходы на их поддержку. Например, для перехода на следующую версию клиентского приложения новое программное обеспечение нужно инсталлировать только один раз и на сервере. И теперь перейдем к третьему вопросу. Сделаем краткий обзор про платформу виртуализации. Здесь я хочу представить первую платформу. Это платформа виртуализации от компании VMware. Компания VMware – это один из первых игроков на рынке платформ виртуализации. В 1998 году эта компания запатентовала свои программные техники виртуализации и с тех пор выпустила немало эффективных и профессиональных продуктов для виртуализации различного уровня и является лидером в этой области. Самый широко распространенный программный продукт – это VMware Workstation – платформа, ориентированная на десктоп-пользователей и предназначенная для использования разработчиками программного обеспечения, а также профессионалами в сфере IT. Вторая широко распространенная платформа виртуализации – это платформа от компании Citrix, бывшая Xen. Разработка некоммерческого гипервизора Xen начиналась как исследовательский проект компьютерной лаборатории Кембриджского университета. Основателем проекта и его лидером был Иоанн Пратт, сотрудник университета, который создал впоследствии компанию XenSoros, занимающейся разработкой коммерческих платформ виртуализации на основе гипервизора Xen, а также поддержкой опенсора сообщества некоммерческого продукта Xen. Самым широко распространенным продуктом является Citrix XenApp, предназначен для виртуализации и публикации приложений в цели оптимизации инфраструктуры доставки сервисов к крупных компаниям. XenApp имеет огромное количество пользователей по всему миру и во многих компаниях является ключевым компонентом IT-инфраструктуры. И третья платформа, которую я хочу представить, это платформа виртуализации от компании Microsoft. У этой компании широко распространенным продуктом является Hyper-V. она появилась так же, как и наравне с компанией VMware. Они являются соперниками. Продукт Microsoft позиционируется как основной конкурент VMware и SX-сервер в области корпоративных платформ виртуализации. Microsoft Hyper-V представляет собой решение для виртуализации серверов на базе процессоров с архитектурой X64 в корпоративных следах. В отличие от продуктов Microsoft Virtual Server и Virtual PC, Hyper-V обеспечивает виртуализацию на аппаратном уровне с использованием технологий виртуализации встроенных процессоров. Hyper-V обеспечивает высокую производительность, практически равную производительности одной операционной системы, работающей на выделенном сервере. Это высочайший класс, можно сказать. Hyper-V распространяется двумя способами. Как часть операционной системы Windows Server, начиная с версии 2008, или в составе независимого бесплатного продукта Microsoft Hyper-V Server. Вот на этом мы с вами сделали обзор платформ виртуализации и вообще рассмотрели три вопроса, которые мы с вами должны были рассмотреть. Теперь я вам представила вопросы для самоконтроля по этой теме и также представила список литературы, которым вы можете воспользоваться. На этом наша лекция закончена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...